Привет, это Владимир Рузанов и сегодня у нас в выпуске сообщество Whole World, которое, как вы возможно уже знаете, является одновременно и благотворительным фондом, и инвестиционным фондом. Это две компании, работающие в связке, где можно отправлять деньги на благотворительность и одновременно с этим зарабатывать. В этом проекте существуют две разные структуры, благотворительная эстафета и благотворительный марафон. Я уже выпускал сначала два видео с обзором каждой из этих структур, как они работают и каким образом в них можно начать зарабатывать. После этих двух роликов я выпускаю два ролика со стратегиями, которые я придумал, то есть по какой стратегии я буду работать в благотворительной эстафете и в благотворительном марафоне. По поводу эстафеты я уже выпустил видео, и сейчас я выпускаю видео о стратегии в благотворительном марафоне. То есть это уже четвертое видео о сообществе Whole World. Если вы не смотрели предыдущее видео, то после этого ролика обязательно посмотрите. То есть всего вам нужно посмотреть четыре видео, чтобы у вас сложилось уже полное впечатление о том, каким образом я планирую здесь строить свою команду и зарабатывать, и сколько здесь можно заработать, через какое время, какие потребуются вложения и так далее. То есть на все эти вопросы и ответы вы найдете в моих уже четырех видео. То есть это по счету четвертое. Перед тем, как мы перейдем к самой стратегии, я хочу напомнить важную мысль, которую я буду проговаривать обязательно в каждом видео об этом сообществе, для того, чтобы в мою команду заходили правильные люди. Я напомню о том, что я сюда зашел в первую очередь для того, чтобы заниматься благотворительностью, то есть для того, чтобы перечислять часть своих заработков, которые я зарабатываю в других местах, на благотворительность. Этот фонд занимается помощью больным детям и подросткам, то есть помогает им совершить операции, на которые у них нет денег, купить какие-то вещи или предметы, которые нужны им для реабилитации, ну и так далее. То есть помогает детям, которые серьезно болеют и даже могут умереть, то есть спасает жизни. И я сюда пришел в первую очередь для того, чтобы перечислять деньги на благотворительность и помогать людям. А как вы знаете, здесь часть взносов перечисляется на благотворительность, а часть взносов перечисляется в вышестоящей структуре, в которой я нахожусь, то есть я помогаю людям зарабатывать. То есть я одновременно помогаю и больным детям, и другим людям зарабатывать. То есть я одновременно помогаю двум группам людей. И это основная мотивация, зачем я сюда пришел. Девиз и слоган этого фонда «Добро возвращается». Я хочу творить добро одновременно двум разным группам людей, и это добро мне вознаградится со временем. И, возможно, со временем я начну здесь не только перечислять деньги, но и зарабатывать. И я хочу, чтобы именно такие же люди заходили ко мне в команду. Я не хочу, чтобы ко мне в команду именно в этот фонд заходили алчные люди, эгоистические люди, которые сюда зайдут только с жаждой наживы для того, чтобы зарабатывать. Сразу говорю, что в этом нет никакого смысла. Если вы никакого удовольствия не получаете, помогая другим людям зарабатывать и помогая детям выздороветь, вам сюда не надо. Если вы хотите только зарабатывать, просто инвестируйте деньги в какой-то инвестиционный фонд. Вы там, во-первых, будете зарабатывать больше, во-вторых, вы там будете зарабатывать надежно. Здесь я в первую очередь ради благотворительности, и я надеюсь, что те, кто будут сюда заходить в мою команду, они будут сюда заходить с точно такими же мыслями. Поэтому если у вас такая же политика, такое же мировоззрение, как у меня, то ссылка на регистрацию в описании, и вы попадете ко мне в команду. Теперь давайте переходим к самому благотворительному марафону. Вкратце сейчас пробежимся о том, как он работает, и потом сразу перейдем к стратегии. Значит, суть благотворительного марафона заключается в том, что каждый вошедший сюда человек, он обязуется перечислять в фонд 35 долларов. 35 долларов. Давайте посмотрим, каким образом они распределяются. То есть вы обязаны будете перечислять в фонд 35 долларов в квартал. То есть 35 долларов каждые 3 месяца. Вы обязуетесь это делать. Ну, разумеется, если вы перечислили один раз и не захотели после этого здесь работать, вас никто не заставляет перечислять второй и третий раз. То есть это только ваше решение. Я принял решение, я буду перечислять каждые 3 месяца по 35 долларов. Значит, каким образом они... Куда они идут, эти 35 долларов? 10 долларов из них, и с каждого перечисления каждого человека идут 10 долларов на благотворительный фонд. Остальные деньги перечисляются в вышестоящей структуре. То есть по 1 доллару на 4 уровня вверх получают люди, каждый по 1 доллару. Потом 5, 6, 7 уровень люди получают по 2 доллара. И 8, 9, 10 уровень получают по 3 доллара. Почему сделано именно так? Это сделано именно так для того, чтобы у людей была мотивация строить более, скажем так, более протяжные структуры. Как вы знаете, здесь идет автоматическое, в этом фонде идет автоматическое заполнение структур. Поэтому здесь это делать не так уж и трудно, если хоть немножко прикладывать усилий и шевелить мозгами. Да, и как мы видим, значит, здесь идет автоматическое заполнение структуры. И оно именно в благотворительном марафоне идет очень интересно. И какое у марафона преимущество перед эстафетой, перед другой структурой? В том, что здесь у каждого человека может быть в его первой линии только 2 человека. То есть у каждого в структуре, в первой линии может быть только 2 человека. И таким образом, когда у вас заполняется ваша первая линия, она заполнится довольно быстро, если вы будете хоть что-то делать, то третий человек, который к вам приходит, он уже регистрируется не в вашу первую линию, а в вашу вторую линию под уже какого-то другого человека. И уже от того, что он пришел, уже не один человек получит бонус, а 2 человека. Потом, когда у вас начнет заполняться третья линия, вы уже трое в ряд начнете получать процент с этого и так далее. То есть смотрите, в первой линии у вас может быть 2 человека максимум, во второй линии максимум 4 человека, в третьей линии максимум 8 человек. И таким образом идет постоянная, так как часть людей, безусловно, постоянно работает над расширением структуры, идет переливы из вышестоящих структур, и все люди со временем гарантированно получают заполнение структуры. И со временем они начинают вкладывать уже не 35 долларов в квартал, а спустя какое-то время им потребуется уже не 35 долларов, а 25. Почему? Потому что 35 они вложили, а 10 получили от структуры. Потом их структура выросла, им уже нужно будет вложить не 35 долларов, а допустим 10 долларов, потому что 25 долларов они получили назад. И потом в какой-то момент вы начнете получать назад все 35 долларов, и вы вообще ничего не будете расходовать для этого ежеквартального взноса. И потом наступает момент, самый последний, где вы начинаете получать больше, чем вы делаете взнос. И таким образом вы начинаете зарабатывать. Зачем сделана мотивация именно, что вы должны делать взнос именно раз в 3 месяца? Потому что если взнос будет необязательный, то его никто не будет делать, и никакой циркуляции денег в системе не будет. То есть откуда возьмется у людей заработок и циркуляция денег, если все будут думать, а ну вон я кого-то пригласил, пусть они делают взнос. Но это был бы абсолютный бред, поэтому я считаю, что это правильно, что каждый должен делать регулярные взносы. Отсюда и возникает циркуляция денег, и отсюда мы получаем с вами возможность зарабатывать. Теперь переходим к делу и переходим к тому, в чем же заключается моя стратегия. Моя стратегия заключается в том, что и основное преимущество марафона. Вот вы видите сейчас, моя структура, вот зеленые ребятюньки, это уже заполненные места, то есть это те люди, которые уже зашли. И что самое интересное, что я записываю этот ролик, прошло с момента выхода моего первого ролика на данный момент. Идет 23 ноября, когда я записываю видео, это значит прошло 5 дней с момента моего выхода первого ролика. То есть я работаю реально здесь, только 5 дней. Посмотрите на структуру. Первая линия заполнения, вот смотрите слева, 100%. Вторая линия 100%, третья линия 100%, четвертая линия 100%, и пятая линия уже заполнена на 12,5%. И это сделал обычный парень, у которого год назад не был даже зарегистрирован YouTube канал. У меня не было ни YouTube канала, ни Telegram канала, у меня не было вообще ничего. Вопрос, что мешает вам повторить то же самое или даже меня превзойти. А теперь, если у меня такая структура здесь через 5 дней после выхода ролика первого, можете себе представить, что будет через год. Я думаю, что когда вы будете смотреть это видео, оно выйдет примерно через дней 20 после записи, я думаю, что уже будет заполнен полностью и пятый, и шестой уровень, и вы уже будете входить, скорее всего, на седьмой уровень. И все эти люди, которые входили на второй уровень ко мне, на третий уровень, они уже не просто возвратят свои инвестиции, они уже будут даже зарабатывать. В чем основное преимущество марафона перед эстафетой? В том, что здесь можно открывать не только одно место. Вот видите, да, вот здесь вот сверху открыто одно место. Это я. И суть в том, что здесь можно открывать не только одно место. Здесь их можно открывать неограниченное количество. Вот все вот эти зеленые кнопочки, которые вы видите, это не обязательно, что каждый кружочек – это разный человек. Нет. Здесь есть уже человека 3 или 4, которые открыли по несколько мест, в том числе и я. Вот вы видите зеленый кружочек, и он подсвечен оранжевым. Это значит, что это лично мое место. Вот смотрите. Еще одно. Хоп. Это тоже мое место. Вот здесь хоп. Это тоже мое место. И вот здесь вот, видите, сегодня открыл уже четвертое место. Зачем я это делаю? А за тем, что структуру можно выстраивать не только под одной линией. То есть не только под одним местом. Структуру можно выстраивать под разными местами. И вот смотрите, зашел вот этот человек, да? Ну вот этот вот, который я обвожу сейчас кружочек. И смотрите, если бы вот у меня было только одно место зарегистрировано, вот это, то я бы получил комиссионный только в это одно место. А так этот человек находится у меня сразу в двух местах. То есть комиссионный он уже перечисляет не в одно место, а уже в два места. И то же самое вот этот, и то же самое вот этот, и то же самое вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. То есть все эти люди находятся у меня в структуре не в одном месте, а сразу в двух местах. И этих мест можно открыть сколько угодно. И каждое место можно заполнить и довести до прибыли. И таким образом ваша прибыль будет расти в геометрической прогрессии. Понимаете? Вот структура моего первого места. Вот давайте я сейчас нажму вот на это место. И сейчас откроется структура уже вот этого места, на которое я сейчас нажал. Посмотрите. То есть, ну понятно, здесь меньше, потому что оно открыто ниже. Но посмотрите, здесь уже тоже 25 человек. Оно уже тоже окупается и тоже приносит прибыль. А напоминаю, прошло всего лишь 5 дней с момента, как я здесь вообще начал работать. Возвращаемся к первому месту. И начинаю рассказывать про свою стратегию. Смотрите. Здесь, вот здесь вот на главной странице вашего кабинета, здесь открыты все ваши места и показано, ну какое количество человек в каждой структуре и на сколько процентов заполнена каждая структура. Чтобы вы понимали максимум, когда вот 10 уровней все заполнены, да, это 2000 человек. И это будет 100% заполнения одного места. 1% это примерно 20 человек. Вот вы видите, у меня 38 человек и структура заполнена почти на 2%. И следующее место за 24 человека, оно заполнено чуть больше, чем на 1%. Ну вы поняли, да? Запомните, что это можно смотреть вот здесь. 4 места у меня открыто. Каждая заполнена на разное количество процентов. Мы сейчас будем опираться во время стратегии именно на первое место, вот где стоит звездочка. И я сейчас объясню, в чем суть стратегии. Суть стратегии заключается в том, что вы открываете новое место в структуре, тогда, когда ваше первое место получает плюс 1% по сравнению с тем, что было ранее. То есть вы открыли свое первое место, и у вас оно заполнилось на 1%. Туда пришло 20 человек, допустим, да? Потом оно начинает заполняться уже до 2%. И когда оно приближается к 2%, вы открываете второе место. Зачем и почему вы его открываете? Во-первых, потому что первое место уже вышло в прибыль. Или приблизилось к выходу на прибыль. И вам пора открывать второе место и заполнять уже второе место. И у вас одновременно будет заполняться уже 2 места. Причем, чем быстрее вы открываете новые места, тем большим количеством людей они заполнятся. Нужно это четко понимать. Тем выше они будут находиться, тем больше людей там окажется. И что самое интересное, что когда вы открываете свое место... Вот, допустим, смотрите, вот здесь вот сверху мое место, здесь слева еще чуть ниже тоже мое место, здесь тоже мое место, здесь тоже мое место. Когда я открывал вот это четвертое место, вы должны понимать, что я при его открытии сразу же вот это место получила комиссионные, вот это место и вот это место. То есть я сразу получил вот здесь 1 доллар, здесь 1 доллар и здесь 2 доллара. То есть оно мне стоило, просто открыть это место и каждый раз продлять, будет стоить уже не 35 долларов, а 31 доллар. Понимаете, да? То есть каждое последующее место, которое вы будете открывать, вам это место будет обходиться в квартал не в 35 долларов, а каждое последующее место вам будет обходиться все дешевле и дешевле, чем предыдущее. Понимаете? То есть мало того, что у вас структура будет расти не в одном месте, а сразу во многих местах, так еще и каждое место вам будет обходиться дешевле, чем предыдущее. Когда у вас первое место приближается к заполнению в 3%, вы открываете третье место. Подчеркиваю, что я сейчас не говорю про заполнение ваших мест, заполнение вашей структуры во всех этих местах. Я говорю только про заполнение вашего первого места. Вот оно, где стоит звездочка, которая самая верхняя. Насколько заполнены все остальные места, это вообще не имеет значения, потому что каждое заполнение на 1% вашего первого места, оно будет окупать все остальные места. Что означает, что у вас 3% в первой структуре? Это означает, что у вас там 60 человек. И даже если во втором и в третьем месте у вас в структуре будет 0, вы все равно будете в плюсе. У вас не будет 0 во втором и в третьем, но даже если там будет 0, первое место, в котором уже заполнено на 3%, оно все окупает. Дальше. Первое место заполнилось на 4%. Вы открываете четвертое место. И уже в квартал вы вносите не 35 долларов, а 170 долларов. То есть на каждое место нужно в квартал платить 35 долларов на каждое место. То есть если у вас 4 места открыто, вы делаете вклад 170 долларов в квартал и получаете прибыль уже не в одном месте. И структура растет не в одном месте, а во всех четырех. Далее то же самое. То есть как мы видим, открываем новые места, открываем, открываем. Когда первое место у вас будет заполнено на 8%, у вас должно быть открыто уже 8 мест. Как вы видите, я играю на опережение, потому что у меня первое место заполнено всего лишь на 2%, даже меньше, чем на 2%, замечу. У меня уже открыто 4 места. И вы скажете, что зачем я это делаю, какой в этом смысл. Я объясняю. Точнее, уже объяснил, что чем выше оказываются ваши места, чем быстрее вы их открываете, тем больше вы будете зарабатывать в будущем. Потому что вот самое идеальное, это если вы, вот как этот человек, я не буду сейчас показывать, потому что когда я нажимаю, открываются контакты. Я не буду сейчас нажимать и показывать, кто это. Вот это справа, видите, вот этот треугольник из трех точек. Так вот, это один и тот же человек. Открыл, сразу зашел и открыл, сделал вот этот треугольник. Сечет фишку, парень. Все правильно сделал. Потому что теперь вся нижняя структура, которая у него выстраивается, вот посмотрите, сколько у него здесь человек, 12 уже или 15, сколько. Все эти 15 человек теперь дают прибыль не его одному месту, а всем его трем местам. То есть каждый, кто здесь инвестирует, поток идет сразу денежный. Вот по этим трем местам. Он все правильно сделал. Я не говорю, что вам нужно делать так же всем абсолютно и открывать сразу три места. Нет, если у вас как бы есть возможность, если это для вас несущественная сумма, можете открыть. Но суть именно в этом, что я стараюсь открывать места как можно раньше. То есть я себе поставил какую цель. В принципе, вы должны понимать, что когда ваше первое место будет заполнено примерно на 10%, в нем будет уже 200 человек. К этому моменту у вас должно быть 10 мест. Стремитесь примерно к этому. Но я вам рекомендую не растягивать открытие этих 10 первых мест, именно дожидаясь 200 человек в вашей структуре. Потому что ваши места в этом случае, они окажутся слишком низко, и вы потом долго будете ждать, пока они заполнятся. Я их рекомендую открывать как можно раньше. Я себе, вот я каким образом действую? Я открываю по одному месту в каждом уровне. Первый уровень вот у меня пошел, я открыл одно место сразу. Второй, вот видите, я во втором и в третьем, я не открыл. Но я их не открыл не потому, что я не захотел их там открывать. Я их там не открыл, потому что я просто не успел. Я выпустил ролик, я проснулся, и у меня уже первые 4 уровня были заполнены. То есть просто за сутки я такого не ожидал. Вот, конечно, каждый уровень не надо, но хотя бы через уровень. Вот вы видите, у меня 4, сколько, у меня 5 уровней полностью заполнены, и уже 4 места я открыл. И вот у меня уже заполняется 5 уровень. Делайте примерно так же. То есть может быть не каждый уровень, но хотя бы через уровень открывайте одно место. Лучше потом открывайте чуть медленнее. Лучше сначала открывать чуть более агрессивно, а потом начинать открывать чуть меньше. Потому что чем вы ближе к началу работы, тем быстрее у вас будут заполняться уровни. Я, может быть, немножко запутанно объясняю, но вот как бы свои места я показал, с какой скоростью я открываю. Теперь давайте разберемся, сколько же на этом можно будет, то есть сколько вы будете сначала вкладывать денег, и сколько вы будете зарабатывать на разных этапах. Давайте проанализируем и посмотрим, какая будет ситуация, в случае, если у вас будет открыто одно место, потом 10 мест и потом 100 мест. Почему 100 мест? Потому что, как вы понимаете, если мы по 1% заполнения открываем одно место, когда самое ключевое наше корневое место будет заполнено на 100%, у нас должно быть открыто уже 100 мест. И сейчас давайте посмотрим, что будет происходить. Причем, я сейчас, ладно, сейчас чуть попозже этого важную мысли скажу. Одно место, структура до 20 человек, долларов на одно место 1, то есть в смысле не за одно место, а за одного человека в структуре вы получаете по 1 доллару. Расход итого 35 долларов в квартал, доход, соответственно, если у вас 20 человек, 20 долларов, то есть вы на данный момент вкладываете на 15 долларов больше, чем вы получаете. Потом следующая ситуация, когда у вас 10 мест уже открыто, в корневом месте у вас находится 200 человек, вы уже к этому моменту, долларов за одно место уже 2 вы получаете. Почему уже 2 доллара за одного человека в структуре, а не 1 за каждую оплату? Объясняю. Потому что чем дальше уходит ваша структура, тем больше вознаграждения вы получаете. С первых 4 уровней, которые заполняются довольно быстро, у меня они заполнились, как я уже сказал, за один день. Вот, ну, у вас, безусловно, не за один день заполнятся, только если вы сами такую же динамику создадите. Но все равно, в любом случае, первые 4 уровня заполняются быстрее всего. 5, 6, 7 уровень мы уже с вами получаем по 2 доллара с каждого человека. И не забывайте о том, не забывайте о том, что еще помимо вот этих вот 1, 2 и 3 доллара, вы получаете по 3 доллара с каждой оплаты, они уходят информационному спонсору. То есть, если это лично вы пригласили, то есть, это если, это именно за тем, что я говорил в предыдущих видео, почему нужна опция «Бизнес-автомат» в эстафете, для того, чтобы у вас автоматически приглашались люди в структуру, и потом вы могли бы их проконсультировать и довести их до оплаты. И в этом случае, если вы лично пригласили, или если через «Бизнес-автомат» именно вами оплаченный приглашается человек, вы с каждого еще будете получать дополнительно 3 доллара. Запомните это, пожалуйста. Вот, и того, что мы получаем. В этом случае, когда у вас уже 10 мест, когда средний доход за одного человека в структуре 2 доллара, уже не один, ваш расход получается на все 10 ваших мест 350 долларов в квартал, а доход 400 долларов в квартал. Итого, вы уже мало того, что возвращаете все деньги, которые вы перешляете в фонд, так еще и уходите в плюс на 50 долларов в квартал. И на этом все не заканчивается. Эту работу можно проделать там за полгода, максимум за один год. С моей помощью, с помощью компании, которая делает вам переливы, и с вашей личной активностью. И далее рассматриваем последний вариант, где у вас уже 100 мест, и ваша структура заполнена на 2000 человек. Уже средний доход за одно место – это 3 доллара, потому что помним, что мы получаем уже 1, 2 и 3 доллара по всей длине структуры, то есть средняя 2 доллара, и еще по 3 доллара с каждой оплаты информационному спонсору за личные приглашения. Итого, средняя беру, не максимальная, а средняя за место 3 доллара. Ваши суммарные расходы на все 100 мест – 3,5 тысячи долларов, а доход – 6 тысяч долларов. И сейчас я скажу вещь, которая вас шокирует. Вы сейчас, наверное, не поняли, что расход я пишу за все 100 мест, которые у вас открыты, а доход я пишу только за одно ваше место, за самое корневое место, вот за это верхнее. Если здесь будет заполнено, оно на 100%, одно место будет давать вам 6 тысяч долларов. Не все 100 мест будут давать вам 6 тысяч долларов. В остальных-то 99 мест у вас тоже будут люди. Но я этот доход здесь не рассматриваю. Я вам хочу показать феноменальную вещь, что даже если вы открываете 100 мест, то даже в этом случае вам только самое первое место, с учетом всех ваших взносов за все 100 мест будет приносить в 2 раза больше денег, чем ваши взносы. А у вас-то есть еще 99 мест, которые тоже приносят вам деньги. Как вам такая картина, ребята? Одно место окупает вам взносы по 100 местам, по 100 местам, и еще и сверху приносит вам в 2 раза больше денег. Как вам такая перспективка? И теперь давайте посчитаем и просто возьмем калькулятор, сколько же будут вам приносить денег оставшиеся 99 мест. Давайте. Я посчитал, я прикидывал разные, ну, разные варианты. То есть понятно, когда вы открываете первые места, в них к тому моменту будет больше людей, к поздним местам там будет пара человек или вообще ноль к тому моменту, как первое место заполнится на 100%. Ну, я прикидывал несколько разных вариантов. У меня в первом варианте получилось, что в каждом месте будет в среднем 10 человек. Во втором варианте, что в каждом месте будет 15 человек. Давайте возьмем просто среднее. 12 с половиной и умножим это на 2. Да? Давайте даже не на 3 и будем умножать, что 12 с половиной мест будет в каждом из 99 ваших мест. Да? Умножаем это на 2. То есть это 2 доллара вам будет приносить каждый человек в вашей структуре в этих местах. То есть даже не 3 доллара, берем просто по минимуму 2 доллара и умножаем это на 100. Да? Ну, не на 99, на 100, чтобы было ровно. То есть еще 2 с половиной тысячи долларов. Итого, какая получается у нас картина? Что мы получаем в итоге? Сколько вы будете зарабатывать? Вот если вы открыли 100 мест и ваше первое место заполнилось на 100%, сколько вы будете зарабатывать? Соответственно, 2 тысячи долларов, 2 с половиной тысячи долларов будет приносить вам ваше первое корневое место, которое будет окупать абсолютно все расходы по вашим 100 местам, по всем 100 местам, еще сверху приносить вам прибыль 2 с половиной тысячи долларов. Плюс, еще 2 с половиной тысячи долларов будут приносить ваши 99 новых мест, которые вы открыли, то бишь, дополнительных мест. Итого, что мы получаем? Итого мы получаем ваш личный доход максимальный, который можно достигнуть в этой системе 5 тысяч долларов в квартал. То есть, это получается 1 тысяча 750 долларов в месяц. И это сделать вполне реально. И я уверен, что я это сделаю. И вы это увидите своими собственными глазами, потому что я регулярно буду записывать. Я регулярно буду записывать видео об этом фонде. Я регулярно буду писать о нем в Телеграме, и вы сами увидите, как я это сделаю, и вы сами можете сделать то же самое. И теперь вы скажете, Владимир, а нафига открывать вот эти 99 мест? Нафига париться, если мне одно коренное место будет приносить 2 тысячи 500? Я просто его открою и буду ждать. Это вот то, что сейчас пришло в голову большинство людей. Я не сомневаюсь, что вы так подумали. Я вам отвечу очень просто. У вас не будет никаких 2,5 тысячи долларов, если вы откроете только одно место. Их просто не будет. Их просто не будет, во-первых, потому что вы благодаря открытию новых мест получаете переливы денег во все остальные места, и в том числе в коренное место. И вам тоже приносит этот доход. И я его, разумеется, тоже учитывал в том, что я вам сейчас показывал. Во-вторых, ваш доход складывается из других людей, которые сюда приходят. И ваша ключевая задача это в том, чтобы их заинтересовать. А как вы их можете заинтересовать? Их можно заинтересовать тем, что растет их структура. То есть представьте, человек пришел, ну вот какой-то человек ко мне пришел, да? Вот допустим вот этот. Прошла неделя, и у него появилось 15 новых человек. Он думает, офигеть, офигеть, я уже вернул назад свои деньги, давай я открываю второе место, отлично, я буду еще больше зарабатывать, и я буду помогать этим людям, которые недавно пришли. Но те люди, которые недавно пришли вот внизу, да, у которых пока что в структуре ноль, мы-то должны их заинтересовывать. Мы-то должны открывать новые места, чтобы и они начинали зарабатывать только тогда они останутся. То есть, ну, смотрите, понятное дело, что сюда люди приходят, я надеюсь, для того, чтобы помогать другим, и они понимают, что первые три месяца, первые шесть месяцев, может даже первые девять месяцев, они будут больше вкладывать, чем они получают. Но если человек один квартал, ну, он вложил 35 долларов, наступает второй квартал, и он уже получил 10 долларов, он понимает, ага, мне взнос надо делать уже не 35 долларов, значит, а 25, то есть, стало выгоднее. Потом проходит еще квартал, ему надо вносить уже 10 долларов, потом наступает третий квартал или четвертый, ему вообще ничего не надо вносить, потому что он получил бонусов 35 долларов, и эти 35 долларов отправил, а потом начал зарабатывать. Тогда человек будет заинтересован, тогда он будет оставаться в системе и открывать новые места. А теперь представьте, человек пришел и вы сидите в носу ковыряете и думаете, да я открыл одно место, я не буду больше ничего открывать, пусть там Владимир сам разбирается, пусть он тысячи людей приглашает каким-то образом, я ничего не буду делать. И вы думаете, люди, которые у вас внизу в структуре находятся, они будут повторно взносы делать? Зачем, если у них ни одного нового человека в структуре не появилось, если вы сидите в носу ковыряете? Зачем вам дальше оставаться в системе? У них структура не растет. Ваша ключевая задача, ваш ключевой заработок заключается в том, чтобы заинтересовывать людей, которые недавно пришли, а заинтересовывать их можно только ростом структуры, а расти структура будет только тогда, когда мы будем открывать новые места. Вот эти люди, вот эти, вот эти, которые в первой и во второй линии, у вас уже структура заполнилась почти на 1%, да даже если на пол процента, открывайте второе место, заинтересовывайте этих людей, они тоже ознакомятся с этой стратегией, и они будут тоже также открывать новые места, и начнется геометрическая прогрессия. То есть, вы просто представьте, самое начало, понятно, люди зашли, и у них уже в структуре по 10 человек, но дальше эта структура растет, на, представьте, 9 уровень у меня будет заполняться где-нибудь там через несколько месяцев или через полгода, там 1000 человек, для того, чтобы мне этим 1000 человек хотя бы по одному пригласить, по одному каждому в структуру, мне нужно приглашать 1000 человек, вот вы сами просто вдумайтесь, насколько это реально, чтобы я постоянно, хорошо, я приглашу им по 1000 человек, а потом что, чтобы еще тем потом приглашать, мне что, 2000 человек приглашать? Ну, вы понимаете, что я один этого не сделаю, это нереально, я один могу пригласить человек 200, 300, 500 за первый год, все, а дальше, это уже, ребята, это только от вас зависит, это только от вас зависит, с какой скоростью будет расти эта структура и в том числе ваша структура, если вы не будете открывать новое место, хотя бы, пока, когда ваше первое место накопило 1%, открывайте второе, смотрите, ваше корневое место накопило уже 3%, открывайте третье, а еще желательно каждые полпроцента открывать, в самом начале я советую открывать, как я, каждые полпроцента, а потом лучше открывать медленнее, там по одному проценту, по полтора процента, и когда у вас первое место заполнится на 100%, вы, и у вас будет открыто уже 100 мест, вы будете зарабатывать 5000 долларов в квартал, и я сейчас скажу шокирующую мысль, что для того, чтобы заполнить всю структуру на 2000 мест, достаточно 20 активных людей, 20 человек, и все, вам не надо 2000, 20 человек, они могут открыть вам 2000 мест, умножьте 20 человек на 100 мест, каждый человек, он стремится же открыть 100 мест, правильно, вот и все, 20 активных людей у вас в структуре, и все, и вы со временем обеспечили себе 2000 мест, потому что вы знаете, что каждый из них, вы не волнуетесь вообще, вы знаете, что каждый из них будет открывать по одному месту, когда будет преваляться 1%, то есть каждый будет открывать по одному месту, грубо говоря, раз в месяц, или раз в две недели, и просто будет геометрическая прогрессия, вы будете получать постоянный поток денег, и вы скажете, где их найти? Один человек у вас уже есть, это вы, и второй уже есть, это я, я вам делаю постоянные переливы и свои собственные места открываю у вас в структуре, и буду дальше открывать, вы будете видеть постоянно в своей структуре мои места, мои места, которые будут вам приносить прибыль, и вы не должны смотреть на эту структуру и думать, ага, ну вот если он, вот если вот он, вот сейчас у него заполнится, если он откроет второй место, тогда я открою, если он не будет, ну я буду ждать, пока он откроет, нет, ребята, это полная фигня, вы не должны смотреть на других, вы должны для себя принять решение, я не смотрю на других, если я буду смотреть и ждать, пока вы что-то сделаете, да я ничего в этой жизни никогда не достигну, я смотрю в первую очередь на себя, я открыл, у меня структура заполнилась на 2%, первая структура всего лишь, а я открыл уже 4 места, то есть каждые полпроцента на первом месте я открываю новое место, и таким образом показываю вам личный пример, и я знаю, что десятки людей, пусть не сотни, пусть максимум 5 или 10% из моей структуры последуют за мной, а мне достаточно этого, мне пару десятков человек надо активных и все, и я, и они будут зарабатывать, а остальные пусть сидят со своим одним местом и ковыряют в носу и ждут пока вся их ниже стоящая структура уйдет, потому что если вы не открываете новые места и не заинтересовываете свою структуру, никто по истечению одного квартала у вас не будет продлять это место и не будет вам присылать новый доход, потому что если вы их не заинтересуете ростом структуры, они просто уйдут и ваши места опустошены будут, а расти будут те места, расти будут те структуры у активных людей, кто постоянно открывает новые места, поэтому я надеюсь вы со мной, я надеюсь что вы будете открывать новые места, если даже не каждый пол процента заполнения вашего первого места, но хотя бы заполнение один процент вашего первого корневого места, я надеюсь я понятно объяснил, что сколько у вас будет структура в ваших дополнительных местах, которых будет 99, это не имеет никакого значения, пусть там будет хоть 2 человека, хоть 3 в самом начале, пусть там будет хоть 0 человек, это не имеет никакого значения, потому что следуя этой стратегии, уже начиная с того момента, когда у вас будет открыто 10 мест, 10 мест, и будет 200 человек в первой структуре, даже если в остальных будет 0, хотя это невозможно, потому что вся структура она единая, но даже в этом случае ваше одно коренное место будет окупать все взносы по вашим остальным местам, просто запомните это, и если вы изучите как работает эта система, как работает благотворительный марафон, эта структура, и если вы вникнете в эту стратегию, которую я вам сейчас рассказал, поверьте, вы будете просто в шоке, я тоже, кстати, был в шоке, когда ее придумал, надеюсь, вам понравилось, это был Владимир Рузанов, и увидимся в следующих видео, пока!